Всем привет! Продолжаем прохождение отличного мода Jagged Alliance 2 Back to Business. В прошлой серии мне не удалось почитать материалы из раздела файл, но я все-таки нашел способ и давайте их почитаем. Если не хотите читать, крутите на четвертую минуту и смотрите на взятие следующего сектора. Но для тех, кому интересно, давайте почитаем. Первое это справка по коротто, то есть по той стороне, куда мы непосредственно и отправляемся. Не буду зачитывать все подряд, ставьте на паузу, читайте, если интересно, а я лишь подытожу. Ну, самое главное здесь, конечно, карта. Основную часть занимает непосредственно коротто, то есть та страна, куда мы отправляемся. У нее есть также южные регионы, есть отдельный остров. На юге граничит Сарулька, мы видим даже Амерту из оригинала. На востоке небольшое государство Балмриен, ну и знакомое нам тоже по одному из дополнений Тракона. Также под островом находится, видите, какая-то станция, мы туда обязательно сходим. И также отмечу наличие четырех аэропортов. Также со временем узнаем, как же они работают. Итак, нам нужно зайти в Чертов Перевал, ну а дальше валим в Кок-Сити. Ну а дальше приводится информация по географии страны, рассказывается про конкретные города, населенные пункты, чем там народ занимается. И также приводится политическая информация, политическая обстановка в стране. Ну что касается географии, нас, конечно, интересует больше центральная часть, где мы сейчас находимся. Здесь говорится о том, что в основном занимаются сельским хозяйством, что мы видим. Здесь большое количество ферм. До болотистых территорий, о которых здесь также говорится, мы еще не дошли. И здесь также сообщается, что на самом деле это никакая не станция, а нефтяная платформа. Столица у нас расположена на юге, коротто это город Каталина. Там же есть дворец, а значит, скорее всего, и президент. И заметьте, про остров практически ничего не сказано, информации нет. Похоже, в стране разруха, коррупция, ну в общем, все традиционно плохо. Ну а политическая ситуация следующая. Значит, здесь в стране правят некий диктатор Гордильо, который как раз пропал в неизвестном направлении. И руководство страной захватил некий Эль Тора. Именно он возглавляет патриотические силы Коротто, сокращенно ПСК. Это те, с кем мы недавно воевали, желтомаячники. Также Тракона на юге начала активные боевые действия. Они должны быть в красных майках. Ну а силы ЛПК, либеральная партия Коротто, они в зеленых майках и воюют на нашей стране. По сути, это ополченцы. Также написано, что здесь присутствует Сила ООН, но о них мы пока ничего не знаем. Ну а это письмо от Энрико Чевалдори, который, собственно, и дает нам задание. Как видно, инфу он сообщает примерно то же самое, что и из разведданных. В дополнение, Чевалдори называет нам примерное возможное местоположение пропавшего самолета и президента Коротто. Это чуть севернее того места, где мы сейчас находимся. И помимо этого, Чевалдори дает нам дополнительный квест, в котором мы должны найти некого Одиссея. Это спецагент, который высадился раньше нас и с которым была потеряна связь. К письму прилагается переписка протокол связи. Это третий документ. Давайте сейчас его отдельно также почитаем. Как видно, этот агент удачно перешел границу и начал продвижение к Каталине, то есть к столице на юг. Именно он должен был организовать перелет президента страны. Ну и мы видим, что неожиданно курс самолета изменился на восток. В связи с этим, вышеупомянутый агент меняет также свое направление и начинает двигаться на северо-восток в сторону вероятного падения самолета. Ну и связь с ним через некоторое время пропадает. Кроме того, становится понятно, что после падения Дейдраны куча головорезов осела на юге Коротто и нам нужно их опасаться. Также он не забыл упомянуть, что самолет пролетел над чертовым перевалом, который находится рядом с нами, а значит нам нужно туда заглянуть и может быть кто-то что-то там видел. Последнее сообщение говорит нам о том, что самолет все-таки разбился и нам нужно найти место аварии. Ну а я тем временем решил взять следующий сектор, и поскольку здесь явное превосходство врага, я решил брать его ночью. Я слушаю. Здесь также есть ополчение, и мне надо со всех ног бежать как можно быстрее к укреплениям, чтобы вместе с ополчением в этих укреплениях отбивать превосходящие силы врага. Рикошеты я отправлю на юг. Дело в том, что здесь как-то неравномерно расположены силы врага. Такое ощущение, что к основному гарнизону добавились отряды карателей, которые идут по направлению к какому-то сектору, и они все вместе суммарно в числе меня превосходят, и днем, к сожалению, сражаться с ними нет никакой возможности. Они тупо прут массой, хорошо стреляют метко, в отличие от моих бойцов и ополчения, и меня просто выносят в легкую. Добежать до укрытия я чуть-чуть не успел, жалко. Слушаю. Ну и сейчас мне нужно как можно быстрее дотащить рикошеты до южной границы, до южных укреплений. Ну а эти бойцы уже практически на месте, я их сейчас положу, потому что враг сейчас вот как раз по этой дороге через этот вход попрет огромными силами. У меня, конечно же, нет никаких ПНВ, всяких технических средств, чтобы сражаться ночью, но все равно это лучше, потому что дистанции, на которой мы действуем, гораздо меньше, и тут вероятность попадания у меня выше, чем если я воюю днем, где больше, чем в половине случаев я промахиваюсь. Вот это просто зверь, вы видели, он сам забежал в логово врага. Я слушаю. Он видел, что там дофигища народу, очень много народу, и при этом без проблем начал махать ножиком и одного порезал вообще в ноль. Кстати, что интересно, там какой-то джип стоит, посмотрим, можно ли его использовать, или это просто обычная, скажем так, декорация. Слушаю. Мы не закончили еще, будь начеку. Я что-то слышал. Да, я чувствую, враг сейчас перегруппируется, и большой толпой пойдет на меня. Шевелитесь, неприятель. Так, ну мои, конечно, никого не видят, скорее всего, это или ополчение увидело врага, ну а судя по тому, что никого нет, скорее всего, это враг увидел ополчение. А, понятно, там еще и у рикошета рядом кто-то был. Я слушаю. Да, к сожалению, доползти я не успел, враг дополз до этого укрепления раньше, так что единственный способ, мне как-то надо смещаться, наверное, чуть-чуть левее. Да, теперь стало понятно, что ополчение увидело там врага, сидящего рядом с забором. Алло, а это что? Черт! И теперь вот этого мужика в желтом видит мой рикошет. Ну сейчас со следующего хода попробуем атаковать. Тем более, что я в укрытиях. Мощно. Все, поперли, как тараканы, поперли, побежали. Черт, попал. Ну все, по крайней мере, они ружья уже прицелили свои. Теперь со следующего хода можно будет по два раза стрелять. Вы видели, они четыре патрона всадили в него, и этот гад еще жив остался. Вот, вот это хорошо вошло. Молодец, Тедди. Благодать-то-то. Ну все, с почином. Теперь давайте дадим слово рикошету, посмотрим, сможет ли он попасть. Добрался я до них. Отлично, в него четыре раза попали, а фраг засчитали рикошету. Кстати, там, где ополчение просто ходит, я буду ускорять и выключать звук, чтобы что-нибудь комментировать. Я слушаю. Кстати, здесь есть один интересный момент. Очень важно, как можно дальше отходить от ополчения. Дело в том, что, когда враг видит большое количество ополченцев, он начинает метать в них гранаты. Гранаты здесь довольно мощные, и заодно попадает и моим бойцам. Поэтому при любой возможности я стараюсь держаться как можно дальше от ополченцев. Эй, черт, попал. Еще один. Я что-то слышал. Внимание. Да, лучше сначала, конечно, стрелять шрамом, а уже потом Тедди. Потому что, если Тедди промахивается, то враг садится. О, нормально, сейчас меткость на нем потренируем. Я сразу отошел. Дело в том, что здесь сейчас с этой стороны попрет большое количество врагов. У меня был тут неприятный дубль, когда меня просто, что называется, решили завалить трупами. А самое главное, там у какого-то из врагов много гранат было. Черт! Как интересно, враг рядом, но пока он не выстрелил, его не видно. И, кстати, вот для этой цели, в качестве наживки, ополчение годится лучше всего. Редкий случай, когда мой чар и Наташа кого-то увидели. Давайте сначала ими постреляем. Смотрите, да это терминаторы просто какие-то, столько попаданий выдерживают. Я, конечно, понимаю, что пока на таком, на начальном этапе у ополчения очень слабое вооружение, стреляют они в основном из каких-то пистолетиков, но все равно, слушайте, выдержать четыре попадания и продолжить, продолжить бой, это, в общем, довольно неплохие враги. Так, запишем этого фрага на свой счет. О, еще 21, слушайте, там еще целая толпа. Я что-то слышал! А, хитрый враг. Дерьмо. Он только чуть-чуть не добросил до ополченцев. Ну вот и обратная сторона. Когда стреляем мы, враг видит нас и, соответственно, может нам ответить легко на наши выстрелы. Да, так и есть. Здесь уже поперли враги. Они сейчас пытаются зайти в спину нашим оболченцам. Ну, постараемся им помешать. Черт! Попал! Дерьмо. Надо же, а первого даже заинтераптить не смогли. Дерьмо. Без проблем выдерживать два попадания из такой дуры. Дерьмо. Батюшки, все, мне конец. Дерьмо. О, там даже элита подошла. Дерьмо. Хотя, с другой стороны, вот если так ополчение будет регулярно попадать и вырубать врагов, ну, в принципе, я тогда смогу отбиться. Давайте им засадим гранату, посмотрим, что будет. Я решил принять допинг в виде тушенки, потому что ходы нам сейчас понадобятся. Возможно, придется маневрировать или убегать. Ну, посмотрим, что будет. Ну, как так? Было же видно, что пули прямо по ней прошлись. Они же не могли сквозь нее в землю попасть. Ну, как так? Вот это я понимаю, вот это ополчение. Вот так можно воевать. Офигеть! Я глазам своим не верю. У них был миномет. Вот это ополчение. Слушайте, если у него еще снаряды дополнительные остались в миномете, мы сейчас просто разметем нахрен врагов, хоть их 24, хоть 32, хоть даже больше. Вот это я понимаю. Вот такое ополчение мне нравится. Ништяк! Да, единственное, только сейчас рикошетом, видимо, придется отойти, потому что враги его явно видели, или хотя бы слышали. И сейчас на его местоположение попрут. Вещь! Еще один фраг. И, кстати говоря, у Наташки на обоих пушках стоят глушители, поэтому, когда она стреляет, по-моему, ее не видно, и поэтому враг не может ее заинтераптить и ответить. К сожалению, у меня остались только парализующие гранаты. Другого ничего нет, ничего пока не удалось найти, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Я очень надеюсь, что из миномета еще раз сжахнут сейчас. А вот что плохо, что ополчение подошло к моим бойцам, есть вероятность того, что сейчас ко мне прилетит граната. Смотрите, ну, нехило мы почистили гранатами и минометами, 14 бойцов осталось. Дерьмо! О, смотрите, да их там еще целый отряд. Вот сейчас бы туда из миномета сжахнуть бы, ой, было бы классно. Жалко, к сожалению, что миномет только у ополчения. Да, моему чару меткость еще качать и качать. Хотя бы до 75-80 догнать. Готов. Слушайте, а неплохо она с двух пушек стреляет. Смотрите, 6 выстрелов за один ход, классно. Молодцы, ребята, просто молодцы. Противник? Там вон даже какому-то элитному мужику досталось. Да, ополчение, смотрите, просто жжет. Походу, снарядов для миномета у них уже не осталось, зато гранат еще полно. Кидают направо и налево. Класс. Давайте еще один фальшфейер кинем туда подальше, посмотрим. Там наверняка еще кто-нибудь есть. Эпик фейл, слушайте, я попал в кого-то, и из-за этого он не зажегся, он просто как камень сработал. Да, вот это не везуха, а сейчас бы мне посвятить там. Да, смотрите. Да, я думаю, враг в усиленном составе такого точно не ожидал. И сам я такого не ожидал. Я слушаю. Я слушаю. Да, враг явно паутих. Смотрите, походу, мы сбили главные силы. Они там ранены и решили, наверное, отступить. И остались только те ребята там в единичном количестве, которые атаковали, хотели атаковать меня снизу. И вот одного я точно вижу. С этого входа они, скорее всего, больше не пойдут. По крайней мере, несколько ходов я ждал, никто не идет. Поэтому я думаю, что можно своего чара и Наташку отвезти на помощь другим ребятам для борьбы с теми, кто идет снизу. К бою, враги! Круто! Да, слушайте, я что-то поторопился. Смотрите, из центрального направления они поползли. И мне сейчас очень-очень повезло, что и граната до меня не долетела, и по рикошету промахнулись, потому что получить я сейчас мог по самое небалуй. Пусть здесь сидит шрам и интераптит врагов. Вот боюсь я туда все-таки своих бойцов ставить, сейчас наверняка граната прилетит и моих покоцают. Внимание! Да, а там два крутых чувака, кстати, засели. Смотрите, у одного, по-моему, дробаш, и он этим дробовиком выносит там направо и налево всех. Там практически в упор стреляет, он не промахивается, и уже двоих ополченцев моих практически в упор положили. Черт, он еще и бронированный. Брони у него полно, смотрите, сколько уже я по нему стреляю, а урона-то я ему особого и не нанес. И самое плохое, что броня-то из них, скорее всего, и не выпадет. Тут вообще очень мало чего выпадает. Так, ну все, эти, по ходу дела, ретировались. Надо их там рикошетом тогда встречать. Уброза! Ой, повезло мне. Слушаю! Так, ну что, пусть тут рикошет сидит, я его только чуть подвину, и будет интераптить врагов, которые вдруг решат оттуда убежать. Им бежать-то, по сути, некуда. Черт! Я слушаю. Рикошета надо спасать, видели, да? Там за укрытием сидел, засел враг. Вот, наверное, мне так же надо засесть. Черт! А вот я не знаю, кстати, видит он меня или нет. Ох! Патроны! Ну, наконец-то, я хотя бы его вырубил. Блеск! Патроны! Отлично, минус один, потому что вдвоем они там, конечно, шпарят по полной программе. Не высунуться, не носа поднять. Ой! Вот так, доигрался. Я слушаю. Да, смотрите, ополчение-то мое хорошо почикали. Из всех атакующих в ополчении только один, по сути, может стрелять. Добрался я до них! Да, вот это было очень эффектно, кстати говоря. Тут, правда, все вот эти вот бонусы и криты не работают, потому что враг меня видел определенно. Но, ой, елки-палки, что я наделал. Смотрите, ловкость у Наташки сильно уменьшилась. И я уже сохранился и перезаписал. Мне только теперь с начала боя начинать, чего я делать очень не хочу. Но придется так. Ну, я вас уверяю, здесь еще остались последние эльины. И я думаю, что в темноте мы рикошетом, после того, как всех атакующих собьем, мы этих последних бойцов будем рикошетом искать и чикать их с помощью ножичков. Я слушаю. К бою! Еще не все! Я слушаю. А смотрите-ка, еще не все успокоились. Там еще кто-то пытается атаковать через главный вход. Давайте попробуем со спиной им зайти рикошетом. О, Сан-Инструктор, коагулянт. Да, Наташку нужно с поля боя убирать. Нужно ее спасать. Ага, у нее еще и аптечки-то нет. Да что ж такое. С аптечками, кстати, тут напряженка. Я, конечно, успел уже хорошо перебинтоваться, но с аптечками тут явно напряженка. Очень много не хватает. Ух! Я слушаю. Я слушаю. Я слушаю. Давай, Тедди, жги. Внимание! Да, кстати, что касаемо аптечек. Обычно во всех модах, в которые я играл, вот с чем-с чем, а с аптечками вообще никаких проблем нет. Может быть, это так, здесь в начале игры просто, а дальше будет полным-полно, посмотрим. И, кстати говоря, смотрите, я перездвинул своего шрама обратно, потому что опять начали наседать через главный вход, и Тедди просто не справляется, ему меткости не хватает. Я слушаю. Меня, кстати, всегда удивляли дробовики в Джагеде. Ну, вот очень сильно недооцененное оружие, с хорошим останавливающим эффектом, но с такими характеристиками, как им сделали в Джагеде, но это вообще ни в какие ворота не лезет, потому что оружие получилось практически бесполезным. Очень много очков в действии, мало патронов в обоиме. И вообще, по-моему, дробаши всегда выкидывают уже ближе к первой и третьей игры, когда находятся хотя бы более-менее какие-то адекватные пушки. Алло, а это что? Потому что уж явно любая пушка лучше, чем дробаш. Дерьмо. А уж на средних и дальних дистанциях там вообще говорить нечего. Да. Ну вот я сейчас более-менее приличную пушку найду и сразу, конечно, этот дробаш выкину. Самое интересное, что патроны к дробашу встречаются и после середины игры, и даже в конце. То есть предполагается, что мы будем использовать дробовики чуть ли не до самого конца. Я себе даже не представляю, как последние сектора с дробовиками проходить. Я что-то слышал. Так, ну я отвлекся. Слушаю. Решил я зажать в клещи этого последнего бойца, который там очень сильно мне мешает. Я решил подпереть его рикошетом. Я постоянно подтягиваюсь аккуратно, меня там не видно. Но при этом враг сделал финт ушами и побежал сам вперед. Противник. А, и ведь не выходит. Да. Все, этого сейчас добьем. Да, такой мощный пушка и всего 15 дамага. Да. Ну вот таким нехитрым способом, вставая и поднимаясь, падая и ложась, будем постоянно стрелять очередями и, надеясь, положим этого негодяя. Я слушаю. И про рикошеты я тоже не забываю. Черт. Ага, все мимо. Слушаю. Черт. Хватает экшн-поинтов только на одну очередь. Аннигилирован. Ну наконец-то. Слушаю. Так, ну походу там я всех добил. Я слушаю. Не спать, мы еще не всех прижали. Ну все, в принципе, сейчас подождем два-три хода. И если никто к нам не прибежит, то можно смело идти рикошетом и выбивать оставшихся с помощью ножиков. Напомню, что у рикошета есть перк киллер, который дает ему большой бонус на, не то что на крит, а на убийство с одного выстрела. В том числе и ножами. Давайте сначала залечимся. Всех немножко подлечим, плюс навыки себе медицины подтянем. А заодно я хотел еще подождать, пока кто-нибудь прибежит. Ну да, смотрите, действительно прибежал. Ну у нас там есть шаран, так что ничего страшного. Сейчас потянем немножко время. И как только они прекратят на нас набегать, то сразу отправимся рикошетом. Зачищать оставшихся кемперов. Я, кстати, сделал неправильно. Я уже, по-моему, говорил, что лечить здесь можно только с 65 и высшей медициной. Я, к сожалению, сделал неправильно, что качаю медицину своему чару. А качать надо Наташке, потому что у нее 64, и лечить она пока не может. Хотя лечение уже требуется многим бойцам. Но выяснил это я гораздо позже. Благодать-то! И поэтому первые несколько серий качал не то. Вообще, по-хорошему, конечно, перед тем, как записывать, нужно всегда мод сначала пройти, просто, так сказать, потайнироваться, посмотреть, какие будут персонажи, что нас ждет впереди, как с патронами, как с пушками. Я слышал. Но времени совсем нет. Я слушаю. Не спать, мы еще не всех прижали. Поэтому придется наступать на грабли уже который раз. Черт! Собственно, на некоторые грабли я уже наступил. Например, выбрал взломщик перк своему чару, хотя у меня есть, по идее, уже Тедди. Качаю ни те характеристики, ни теми персонажам. Так, ну все, на меня больше никто не идет. Плюс я поставил своего чара качать медицину. Запаковываем, бинтуем бедных ополченцев, которые практически одной ногой уже на том свете. Ну и поскольку ко мне уже никто не идет, давайте попробуем отправиться вперед рикошетом. Поле, кстати, непроходимое. То есть вот эти вот тайлы с травой там, или что там растет, не вижу. Туда наступать нельзя. Закрытые клетки. Так что придется обходить его по периметру. Мне осталось еще три бойца. Это, в принципе, не так много. Я думаю, что рикошет один справится. Скорее всего, кемперы сидят не втроем, а где-то разрозненно. Сейчас проверим. Шевелитесь! Неприятель! О, крутой, да еще в камуфляже. Ну и вот смотрите, что я сделал. Я сохранился. И сделал 10 бросков. То есть я перезагружался, делал бросок, опять перезагружался, опять делал бросок. И так 10 раз. Ништяк! И в половине случаев у меня сработал этот трит. То есть 5 раз я в спину убил этого бойца с 1 раза. Ништяк! Ну все, я показывать не буду. Ну, в общем-то, и так уже понятно, что работает это отлично. Я слушаю. Так что перк киллер просто замечательная вещь. Я слушаю. Шевелитесь! Неприятель! Ну, этот, скорее всего, меня видит, поэтому используем автомат. Ништяк! Я слушаю. Это, похоже, привыкание работает. Мы не закончили еще. Будь начеку. И вот тут произошла очень-очень неудачная вещь. Последний кемпер оказался очень крутым. И, походу, у него есть какое-то ночное зрение. Алло, а это что? Я пробовал много-много раз. Зайти с разных сторон, подойти поближе. Но он там хорошо сидит в траве, его вообще не видно, надо совсем в упор подходить. Он всегда меня интераптит, ну и поскольку дистанция небольшая, режет меня ножом. Это еще... Шевелитесь! Неприятель! Я слушаю. Иногда, конечно, он стреляет, но чаще всего он именно подбегает и с одного удара у меня убивает ножом. Причем практически всегда с одного удара. Скорее всего, у него какой-то перк есть крутой для вот атаки именно ножом. И по этой причине я решил подтянуть сюда помощь. Я возьму Шрама, возьму Тедди и попробуем зайти к нему в спину. Видно, что он там все время лежит, ну или, по крайней мере, смотрит в мою сторону. А, насколько я помню, из описания здесь нет заднего зрения вообще. То есть, если боец сидит ко мне спиной, то я беспрепятственно могу к нему подойти. Ну, в тихом режиме имеется в виду, потому что так он меня может услышать. Так что я подтащил своих бойцов. Но, как видите, результат один. Но, как видите, поначалу я подтащил одного Шрама, я подумал, что его опыта хватит, но оказалось, что нужно в помощь еще и Тедди притащить. К тому же, смотрите, у этого медвежатника есть помповое ружье. То есть, если что, он заинтераптит и, по крайней мере, сможет его хотя бы остановить и вырубить. А дальше, возможно, мы его обыщем. Может быть, у него какая-то крутая пушка или какой-нибудь крутой нож. Давайте посмотрим. И вот, смотрите, когда я уже зажал его с двух сторон, я подошел совсем близко. И, смотрите, его просто нет. То есть, он убежал. А куда убегать? Ему как бы даже некуда скрыться. А оказалось, что он вовсе не убежал. Потому что, на самом деле, он сидел. Просто мои слепые бойцы его вообще в упор не видят. Вот, смотрите, все мои бойцы на одном экране. И я уже был и решил, что его просто здесь нет. Смотрите, уже вот в упор подошел. Да, и вот тут он вскочил подбежать к рикошету. И эти двое со спины его, конечно, быстро заинтераптили. Без проблем. Внимание! Глаз-то на затылке у него нет. Хоть каким бы крутым он не был. Ну, а теперь я решил сделать несколько попыток его обыскать. Что интересно, обыск почему-то работает не в 100% случаев. То есть, я опять-таки перезагружался и пробовал снова и снова. И в половине случаев у меня почему-то ничего не находилось. Ну, в данном случае у меня нашлось мачете. Кстати говоря, почему-то встречается баг, который встречался и в других модах мне. Когда обыскиваешь бойца, то где-то на 30 секунд подвисают часики и невозможно ничего сделать. Неважно, нашел боец что-то или не нашел, все равно часы подвисают. Я, конечно, здесь это все вырезал. Но, если честно, это очень-очень сильно достает. Я, кстати, пробовал опускать его несколько раз, но кроме мачете больше ничего снять с него не удалось. Ну и добиваем его, конечно, кулаками, чтобы прокачать немного силу. Это еще что? Все, это последний. Поскольку у меня там совсем небольшая рана осталась, пусть автоматом забинтуется, ничего страшного. Ну и осталось обыскать дом, колхозный дом, в котором, возможно, мы что-нибудь интересненькое и найдем. Пусто! Да, метательные ножи и освещение – это круто. Пригодится. Пусто! Пусто! И вот тут я встретил забавный баг. Дело в том, что я не смог подойти к двери. Пусто! Мне показалось, что за этой дверью есть что-нибудь хорошенькое, но я просто не смог подойти. Вообще никак. Я пробовал подойти и на клетку перед дверью, и на соседнюю. Я просто физически не могу туда подойти. Я нажимаю, а ничего не происходит. Я сначала подумал, что это мод забагован. Но нет. Оказалось, что безо всяких проблем можно просто зайти сзади, с другого конца. Там совершенно открыто, там даже двери нет. И сейчас вы увидите причину, почему я не мог подойти. Поняли? Там корова. И корова стоит так, что она на одну клетку выступает за дверь. То есть половина корова по одну сторону двери, половина корова по другую сторону двери. А поскольку я коров-то не видел, то они не отображаются. Она же как бы стоит за стеной. Забавный такой случай. Мне почему-то раньше такой никогда не встречалось. Ну и вот смотрим. Мы здесь нашли метательные ножи. Во-первых, наши. Во-вторых, еще один дополнительный. Очень хорошая, полезная штука с учетом перка киллер. Плюс я нашел патрончики для всех своих автоматов. Плюс камуфляж, который мы дальше будем использовать. И нашел еще осветители, потому что нам предстоят еще ночные битвы. И как вы только что видели, фальшфейр действует ну очень-очень эффективно, подсвечивая врагов ночью. Ну и тут я еще нашел три новых пушки. Это Бушмастер, это УЗИ и это Беретта 12. Характеристики всех трех пушек я сейчас приведу. Посмотреть сам, я комментировать их не буду. Но самое главное, что из всех этих пушек я выбрал именно Бушмастер, потому что у него самая большая дальность, самая большая поражающая способность, а также самое низкое количество очков действия на один одиночный выстрел. Беретта ненадежная. Я ее, кстати, отдам, скорее всего, вместо помпового ружья Тедди, потому что помпа вообще не какущая. Ну, как в оригинале, в общем-то. УЗИ вот надежная, но, к сожалению, она, видите, в полуразрушенном состоянии, в ужасном. И брать ее с собой сейчас не могу. Мне ее нужно ремонтировать, а ремонтировать и нечем, и некогда, и некем, по большому счету. Я пока чару механику прокачиваю именно вскрыванием ящиков. Хотя, в принципе, остается штуку отремонтировать, то довольно она неплоха. Надежная, очень скорострельная, и очень много для нее патронов. Итак, смотрите, по карте я захватываю по два сектора, то есть два ряда секторов, и также буду дальше двигаться на восток, захватывая по два сектора. Единственное, только я обойду один сектор, о нем будет сказано в следующей серии, потому что там будут танки, а сражаться с танками мне пока просто нечем. Ну, а на этом, в принципе, все. Серия подходит к концу. Ставьте лайки, комментируйте, как вам понравилось такое мощное ополчение. Кстати, такого ополчения еще никогда не видел с минометами и гранатами. Если есть дельное предложение, предлагайте, с удовольствием выслушаю. Если не подписаны, подписывайтесь, будете вовремя узнавать о новых сериях. Ну, и на этом все. Всем счастливо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok